Александр Григорьевич, вы в самом деле не верите в коммунистическую идею? Я коммунист. Что вы имеете под коммунистическую? Я не верю в утопию. Вот именно, вы так и сказали. Да, я в утопию не верю. Мы просто верим, что коммунистическое общество можно построить. Я рядовой член партии. Слушайте, ну вот вы верите в то, что можно построить коммунистическое общество. Филарет верит в Бога. На здоровье. Вот, а я не верю в коммунистическую... Это ваше заявление такое для вас. Да, но я не верю. Я не верю в коммунистическую идею. И я Филарету тоже сказал, я с уважением отношусь к тем, кто верит в Бога. Но меня воспитали атеистом. Ну что ты уже сделаешь с меня? Вы же были атеисты, вы же были коммунисты. Ну так я и говорю. Вы понимаете, что такое атеист-коммунист? Я извиняюсь. Я был членом партии, партийный билет не сжег. Вы не верите в коммунистическую идею. Вы слушайте меня. Партийный билет не сжег. Для меня партия, это практически были действия. Утром рано встал пять часов, двенадцать часов ложусь, отдыхаю. А сейчас чем она вам не нравится? Кто? Вы у меня спросили о коммунистической идее? От кого я отрекаюсь? А чего я должен стать? Ну куда я должен стать на учет? Да вы сначала разберитесь, что у вас там по КБ, КПБ или еще что-то. Не надо говорить. Название не имеет значения. Мы коммунисты. Ну я вас приветствую. Я что, плохо что-то сделал для коммунистов? Вы коммунисты, партийный билет держите. А почему не на учете вы? Потому что я президент. И для меня коммунисты, социалисты... Вы сняли с учета. Ну, я не снялся с учета. Вы партию угробили. Не мы угробили. Я рядовой член партии. Ну вот, видишь, коммунистом хочешь, чтобы президент был. А ты кричишь, чтобы я был социал-демократом. А этот хочет, чтобы я был БНФ-уцем. Да кем же мне быть? А я не хочу быть ни в какой партии. Хочу быть нормальным человеком. Вот он слепо верит в эту... Ну, правда, он мне про идею начал спрашивать, а критиковать начал, почему я на учет не стал в партии. Когда-нибудь вот такие, как вы, вы послушайте меня, соберитесь когда-нибудь и придите. Я вам найду вечером время и покажу, чем занимается ваше руководство вашей партии. И чем оно сегодня отличается от того руководства. Вот соберите вот таких людей, которые верят в коммунистическую идею. Я вам положу кое-какие документы по калию, по азоту, по нефти, и вы глаза откроете на своих коммунистов. Современные, на учете стоящие. Так я имею в виду? Что ты у меня хотела еще, Людмила Николаевна спросить? Что будут делать 120 депутатов? 120 депутатов? Творить законы. Творить законы со мной вместе и с моим правительством. И если у вас будет желание, то и с вами.